так добрый вечер дорогие друзья мы опять с вами вместе и это радует что мы все дееспособны и идем вперед есть много новостей все хорошие как не никак в том анекдоте что есть две новости одна хорошая другая плохая вот есть все новости все хорошие дайте знать как вы меня слышите во первых потому что новости хорошие должны слышать очень хорошо не скрипит ли мой голос спасибо 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 дорогие друзья отлично все все настроено сегодня я к сожалению или к счастью один нахожусь опять перед вами но я думаю что мы с вами сработаемся и справимся звук включен сеанс пошел как говорится поэтому начнем с новостей дальше мы сегодня поговорим с вами о смене этапа и о характеристиках этапов то что обещал прошлый раз и некоторые наши коллеги обращались ко мне в чате в личном ли на личной почте чтобы я продолжил слегка характеризовал бы еще этапы и лучше бы разъяснил еще что такое этап означает и что эти цифры там обозначают прошлый раз мы по ним так поверхность то пробежались в общем то и скажем какое-то цифровое видение это дало но не более дальше возник вопрос и они возникают эти вопросы люди обсуждают по крайней мере для тех ужми извините если все те кто сегодня слушает меня послу услышат повторения я немножко скажу об млм и о капитал значит о фонде или вернее скажем так о инвестиционной краудинвестинговой платформе капитал и у людей есть вопросы какая разница что это такое не одно ли это и тоже и так далее я постараюсь поставить точки там где-то можно поставить если потом будут вопросы прошу обращаться как говорится весь вся жизнь состоит из познания и поэтому никто из нас не обязан все знать поэтому если есть вопросы задавайте их кто знает комментирует кто не знает выясняет рассказывать поэтому по крайней мере истина выясняется а вы те люди которые работают с возможными инвесторами или уже работают или будут работать вы те люди которые в любом случае рассказываете про skyway потому что вы инвестируете в это дело вы инвестируете не только свои средства вы инвестируете свою душу свое внимание свое время то есть вы стали на стратегию тех людей которые инвестируют свое будущее в будущее своих детей естественно своих близких и так далее да бог да вообще будущее планеты вы же знаете как звучит девиз skyway поэтому дальше мы я расскажу о стратегии исходя из этапов а возможной стратегии мы немножко с вами порассуждаем чтобы мы не сильно боялись потому что даже у партнеров мы между собой обсуждаем да кто мы ну стоим как был определенных процессов в капитал в рсв когда мы обсуждаем то возникают тоже такие как бы интересные вопросы мы не все и не совсем все понимаем до конца кажется что вот теперь инвестор какой-то пришел и дальше тема закрылась будьте уверены не закрылась я вас убеждаю я вас умоляю не бойтесь а а я постараюсь вам это объяснить почему от чего и какие цифры то есть самое железное аргумент это цифры дорогие друзья и как говорит анатолий эдуардов цептирую его уже до выступая он опять выступал если кто следит за информационными сообщениями он опять выступал в министерстве недавно вот и этот процесс постоянно идет и поэтому скажем так самое убедительное это цифры тем более цифры которые получаются из расчета расчета они зачастую большей части правильной дальше мы поговорим о бонусном счете в наших личных кабинетах да ну и напоследок на самое сладкое я прокомментирую то что разорвало сегодня ночью но чудо ночью что там гиперлуп что-то сотворил значит ну как-никак это наши определенной степени параллельные конкуренты вот и интересно знать что же они там делают и чем это пахнет поэтому знаете как в фокусе видны руки фокусника не видно как фокус сделал и что за фокусом стоит поэтому я постараюсь вам немножко приоткрыть что за этим фокусом стоит насколько я сам в этом разобрался и так пойдем дальше значит если вопросы и слышны чуть погромче чуть погромче да понял сейчас я постараюсь чуть-чуть добавить скажите как сейчас не слишком громко до любовь правильно вы сказали что можно отрегулировать если у кого-то нет согласен я может быть слишком даже усилил сейчас вот так слышно сейчас хорошо да ну отлично так что у нас там еще какие-то вопросы были чуть погромче можно погромче нажмите на надпись нажмите да непонятно что проехало а потом фонтан но ничего да я прокомментирую что там проехала и почему фонтан был так не до этого лучше было так только что было отлично сделать громче ну вот сказали вам как громче сделать там нажмите на Масл Владимир и будет громко. Все, Кожевникова Людмила Васильевна. Так, итак, пойдем дальше. Начнем с новостей. Значит, проскочили новости, я не знаю, до кого-то дошли или нет, что в сотрудничестве с Андреем Хавратовым в какой-то степени, значит, и подключился еще один инвестор, скажем так, мощный инвестор. Речь идет о сумме в миллионах. И я не уполномочен ее оглашать, поэтому будьте уверены, договор подписан, там миллионы фигурируют. Я не знаю, какую сумму там Хавратов задекларировал, кто знает или кто слышал, тот слышал. Я знаю цифру, которая в договоре. Я ее не имею права оглашать. Но могу сказать, что первый транш тоже прошел. Так что здесь с этим, это не просто так. Это серьезный разговор. И это большой плюс нашему делу. Теперь предположим, что это сумма. Предположим, что это сумма. Ну, допустим, сколько там она может быть? Ну, допустим, 2, 3, 5 миллионов. Ну, возьмем самый по максимуму. 5 миллионов, допустим. И теперь посмотрим, посчитаем, что значит 5 миллионов в нашем проекте. Что в нашем проекте на седьмом этапе, к которому мы подошли. Давайте сейчас посмотрим. Седьмой этап. Смотрите, что у нас такое седьмой этап. Он тут обозначен, как июнь-июль. Вот, трансфер, он в размере 7 миллиардов, на 7 миллиардов акций будет выпущено. Или как бы с дисконтом от 150 до 400. Если мы возьмем дисконт по максимуму, по максимуму, но предположим, потому что большую часть по всей вероятности захочет получить этот крупный инвестор, возьмем по максимуму, можно еще даже больше взять, то как минимум разделим 4 миллиарда, ой, 7 миллиардов разделим на 400, то в среднем, в среднем получится 17,5 миллионов долларов инвестиций. То есть выпущено акций на привлечение таких инвестиций. 17 миллионов долларов. И теперь из этого отнимем, предположим, те же самые, которые мы взяли, сколько там, 5 миллионов мы договорились, да, возьмем эти 5 миллионов, получится нам еще с вами, друзья, 12,5 миллионов. Ладно, пришел еще Петров, Иванов проинвестировал, пришел еще Петров. Допустим, за 2 месяца нам 2,5 миллиона надо, надо как бы проинвестировать. Это предел, которым мы достаточно неплохо работаем и сейчас эти инвестиции как раз примерно на таком уровне и есть. Таким образом, мы входим в режим и это является гарантией к тому, чтобы работы, которые должны быть проведены на седьмом этапе, а мы потом это тоже немножко рассмотрим, да, вот, они были бы осуществлены, потому что у нас есть несколько потому. Первое, как кровь из носа должна начаться сертификация, а для этого что нужно сделать? Я не говорю уже о проектных работах, я говорю только о железно-железобетонных работах, которые надо осуществить. Надо путевую структуру проложить всю, всю сделать, проложить, установить, отладить. Надо полностью выпустить первый юнибус, который там будет ходить, полностью выпустить, понимаете? Он должен начинать ходить. Предположим, ладно, сначала запустим просто колесный мотор-колесо, тележку, как мы сегодня у Киперлупа видели, да, ну вот, ладно, можно запустить, но вообще-то надо, чтобы был полностью юнибус, это невелика там мудрость это сделать, и работы в этом плане подготовительные идут, и там есть уже задел сделан, так, это все седьмой этагер. То есть, таким образом, нужно прийти к сентябрю месяцу, и четко показать, что, кроме макета, который будет стоять в Винотрансе в Берлине, на всемирной выставке инновационного транспорта, на экспозиции Скайвеевской, это не просто модель, а у нее есть производство, то есть, так называемый уже как бы оригинальный действующий, в полном размере, аналог на той же самой, в том же самом экотехнопарке, на трассе сертификации. И идет сертификация, дорогие друзья, таким образом, здесь все только идет в кассу этого процесса, все наилучшим образом продвигается. Поэтому здесь бояться особо нечего, и плавно сейчас переходим к смене или к тем этапам, которые нас характеризуют. Я вернусь на пару шагов вперед, начнем с первого этапа и просто покажу по тем этапам, которые мы в прошлый раз проходили, смотрели, что такое этап. Это период, в течение которого он осуществлялся и сколько был трансфер, на сколько миллионов акций с таким дисконтом, который здесь есть, в пределах такого был дисконт. Это было все на протяжении фунта стеллинга, он там был несколько длительный и за этот период было произведено столько акций. Дальше, второй этап. Опять-таки, на каждом этапе здесь показано период, показана сумма, чтобы понять, сколько отсюда денег. Вот я уже вам показал на седьмом этапе. Возьмем даже, что на втором этапе было. Два миллиарда акций разделите на тысячу получится значит два миллиона долларов. Это на апрель, август прошлого года, позапрошлого года было. Вот теперь и так далее. Третий этап. Берем сумму, делим на самый высокий разделитель дисконт, но он в основном более средний. Вот там, скажем так, можно сказать так, что 20% по закону Паретта, 20% по минимальному, 80% по максимальному. Пока шло так. Пока шло так. Вот. И таким образом мы видим, что на каждом этапе мы можем просчитать, немножко проанализировать для себя и понять, о чем идет речь. Итого, миллиардов долларов, это за 8 этапов должно было быть собрано. То есть, извиняюсь, было акций выпущено. И таким образом идем дальше, дорогие друзья. Затраты на седьмом этапе. Давайте его рассмотрим. Что такое затраты на седьмом этапе. Это от 15 миллионов долларов надо на седьмой этап. Период седьмого этапа, смотрите, он предстоит апрель-июль. Апрель мы прожили, май мы прожили, седьмой этап у нас начинается в июне. Седьмой этап. Вот июнь, он может июнь-июль быть, но максимум август. И начнется, почему здесь поставлено, что в июле может начаться восьмой этап и закончится на октябре. Вполне возможно. Поэтому седьмой этап здесь куда уходят деньги? На аренду помещений, приобретение дополнительных рабочих мест, инструментов, проектировщиков. Они постоянно необходимы, потому что постоянно прибавляется необходимость проектирования. Я извиняюсь, я сейчас выключу. У меня тут блямкает скайвей. Я там не поставил, что я занят. постоянно постоянно привлекаются новые рабочие места. Это мест конструкторов, проектировщиков, дизайнеров и масса других различных необходимых специальностей. Причем про дизайнеров и программистов, да и вообще все должны быть лицензированными. в свою очередь специалисты должны быть лицензированы. Почему? Потому что КБ должно соответствовать определенному уровню сертификата допуска к определенным работам, да и иметь необходимые лицензии. Дальше программное, то есть лицензированным программным обеспечением, ибо будет аудит, скажут, что друзья, на чем вы это все делали? Заработная плата конструкторов, обслуживающего персонала и менеджмента компании. Это все расходы, которые входят. Если вы, если так прикинуть, то как специалист могу вам сказать, что как правило в любом проекте вот эта доля расходов, это так называемые в большей части это постоянные расходы, они становятся постоянными расходами, и их доля может быть до 30% от всех расходов компании. Размещение предзаказов на эстакады, там на эстакады там есть уже что там так называемую путевую структуру сейчас формируют металлическую. Подвижной состав, работы идут полным ходом. Инфраструктура, там инфраструктура это все кабели, все подводы, отводы и так далее. Дальше авансовые платежи. Никто же не начнет из субподрядчиков ничего делать, пока не получат хоть какой-то авансовый платеж. Далее идет маркетинг. Маркетинг это то, что мы видим все сопровождающие, это выезд на выставку, это подготовка макетов, масса различных расходов. Это же не с неба, дорогие друзья, падает. Проектные строительно-монтажные работы на опытно-промышленной производственной базах, потому что опытно-промышленную базу тоже создают. Анатолий Дарвич об этом не сильно афиширует, но эта работа идет, и мы-то это должны знать, тестовых комплексов SkyVay системы, и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, которые параллельно тоже ведутся. Это, дорогие друзья, все те расходы, которые входят в этап. Это все вот эти 15 миллионов долларов уйдут на это, по седьмому этапу. Значит, от 15, ну я тут написал 15, а рассчитал по максимальному дисконту это 17,5. Это суть не в этом, когда я вам пример показывал. Таким образом, процесс очень ответственный и затратный с одной стороны. Смотрите, теперь давайте пройдемся по значит, по этапам. Что будет девятый этап? Это сентябрь, декабрь. Здесь у нас 7 миллиардов акций предполагается выпустить. Если мы возьмем, что это с дисконтом сколько у нас есть? Ну возьмем 225, то это значит, что 31 миллион долларов понадобится на девятом этапе. Вы спросите, а сколько было на восьмом? Сейчас я посмотрю, что там у нас на восьмом было. На восьмом этапе у нас было 7,5 миллиардов акций с дисконтом 300, ну это где-то 25 миллионов долларов максимальный или так называемый минимально максимальный объем, который понадобится на восьмом этапе. Идем дальше. Девятый этап, теперь ясно, да, здесь у нас получается 31 миллион. И фактически девятым этапом мы закрываем этот год. Я не буду, частично начинаются этапные работы десятого этапа. Но десятый этап у нас, если так взять, что вот от этапа до этапа работаем, то десятый этап он начинается раньше, он начнется в ноябре, если у нас не сдвинется все это сюда, как бы ближе к лету. Поэтому предположим, на каждом этапе будет приходить по одному, по два крупных инвестора. Я думаю, что после берлинской конференции международной всемирной выставки инвесторы будут значительно чаще вплетаться в нашу финансовую систему. И это тоже радует, дорогие друзья. Потому, потому что суммы непростые, их надо освоить, и это процесс идет. Поэтому здесь видно 10-й, 11-й, 12-й этап. Так, дальше я показываю вам, я уже не буду комментировать, цифры вы сами все читать умеете. Так, значит, здесь у меня немножко перекрылось. 13-й этап, 14-й и 15-й. Октябрь-декабрь это этапы. Но дело в том, что кто-то из прозорливых участников сегодняшнего вебинара спросит у меня, хорошо, Маслов, ну а скажите, дорогой друг, мы же ведь говорим, что IPO мы готовим с вами в июне месяце. Это 12-й этап по нашим расчетам получается, да, здесь где-то вот, он здесь где-то должен быть. Но, понимаете, дело в том, что мы недофинансированы, и чтобы быть корректными, естественно, надо всегда показывать реальный процесс. И вот эта корректировка, которую я, или откорректированная схема этапности, она более-менее отражает час, или она уже отталкивается. Ведь, понимаете, первая схема была составлена в 2014 году. Мы сегодня находимся в первой, в конце первой половины 2016 года. И многих процессов, многих вещей было очень трудно спрогнозировать и предположить. И поэтому в любом бизнесе этот процесс естественный и нормальный. Абсолютно воспринимаемый. Поэтому здесь все ясно. И поэтому здесь такие есть двиги. Это я сейчас просто вам поясняю, чтобы не было таких пустых вопросов. Почему здесь, допустим, девятый этап заканчивается в декабре, а десятый уже начинается в ноябре. Предположительно, потому что есть сдвиг, перекрытие и возвращаясь обратно к IPO на июне месяце. Понимаете, если и когда, не если, а когда у нас идет процесс сертификации и реальной эксплуатации уже экотехнопарка, то нам ничего не мешает этапность продолжать и параллельно вести процесс подготовки IPO. ИПО. То есть вывод на биржу акций, которые являются собственно у нас инструментом финансирования новой технологии выведения на мировой рынок. Поэтому процессы абсолютно управляемы. На мой взгляд, как эксперт, я могу сказать, что все идет наилучшим пока образом. Могло бы идти лучше, как говорят всегда, но слава Богу, что не хуже. Поэтому все в принципе в рамках нормы и что самое главное, дорогие друзья, в отличие от возможных конкурентов, прозрачно ведется процесс, насколько это необходимо и возможно. Таким образом, я здесь могу вам сказать, что этапность есть. Я выставил строя эти самые вот этот текст, вы можете его получить здесь в разрешительных, чтобы вы можете скачать их. Кто умеет, так, если нет, спросите, я тогда просто передам вам. Вот. И дальше. 13, 14, 15 и 15 этап, он пока предполагается, что полностью, это значит закончить строительство эко-технопарка и в целом перейти уже в режим его полной эксплуатации. Я понимаю это так и также вам комментирую. Потому что если я вернусь к практике каких-то проектов, которыми я сам занимался, которыми руководил, то я в принципе комментирую из этого так, что 15 этап, он предусматривает период октябрь-декабрь, может предусматривать, это не значит, что он будет, он может быть раньше закончится. Но сейчас по раскладу на состояние апреля месяца 2016 года предполагается, что процесс полной перехода, полной подписания акта перехода принятия в эксплуатацию эко-технопарка может состояться здесь. Но это не значит, что здесь будет IPO. Оно может вполне произойти в июне месяце. Оно зависит больше не от того, в каком состоянии находится эко-технопарк, а больше в зависимости от того, как идет сертификация и как начинается строительство уже используя на этой технологии. И в зависимости от этого имеет смысл выводить или не выводить акции на IPO, на международную биржу. Ибо мы все заинтересованы, чтобы акции были выведены наиболее зрелыми или ну скажем так достаточно зрелыми. Насколько это возможно, что наиболее зрелыми можно вообще там несколько лет еще ждать. Ну а мы заинтересованы, чтобы они были бы в нужное время выведены на IPO. Тут возникает даже целый ряд таких интересных моментов, но о них несколько позже. и так дальше значит к концу 2016 года это я прошлый раз уже вам говорил, но я повторюсь что предполагается к концу 2016 года осуществить. Завершение строительства строительства испытаний и сертификации тестового комплекса легкой городской Skyway системы. Создание салона продаж Skyway технологии в том здании экотехнопарка, о котором мы с вами уже неоднократно говорили. Далее это городской значит городской комплекс Skyway будет создан по принципу 7 в 1. Вот смотрите значит это будет во-первых мы все представляем и какой-то период я сам признаюсь честно вам сам представлял что ну да мы построили там юнибус и так далее и в целом комплексе как-то не раскрывал для себя. Когда начал вдумываться я смотрю смотрите друзья здесь чем мы имеем дело это не только перевозка пассажиров по принципу микроавтобусы сочленов трамвай это перевозка штучных грузов по принципу контейнер в этом же на этой же самой городской трассе мы еще не говорим о грузовой трассе мы начинаем на городской трассе тоже осуществлять перевезку грузов но основное ее целевое назначение это перевозка пассажиров но она может служить и будет служить и будет испытываться как для перевозки штучных грузов по принципу контейнер потому что в городе такие логистические операции очень актуальны третье линейное обслуживание комплекса по принципу спецтранспорт я уже прошлый раз говорил разный может быть спецтранспорт вплоть до пожарного если на то есть необходимость транспортировка жидких грузов по принципу цистерны ну это тот же самый это подвид как бы транспортных услуг транспортировка жидких грузов по принципу продукта провод значит он будет приделан или как бы приобщен к линейной структуре путевой системы вот но он там будет передача электрической энергии по линиям электропередач зашитым путевую структуру дорогие друзья Антон Эдуардович приоткрывает завесу значит тех особенностей которым будет соответствовать ну как бы вот эта технология до сих пор об этом мало говорилось передача информации по линиям связи зашитым в путевую структуру это тоже будет все в экотехнопарке мы до сих пор говорили что эта система является основой для различных инфраструктур но они же будут осуществлены и здесь в экотехнопарке таким образом мы видим что дело очень серьезное и здесь пока ничего не сказано о грузовом транспорте который тоже будет привлечен и мы к нему сейчас немножко позже придем так у нас вебинар на другую тему Олег не туда попали прокомментируйте вчерашние испытания я прокомментирую не волнуйтесь так не отвлекайтесь дорогие друзья все свое время значит идем дальше но это мы чуть позже возьмем так значит давайте вернемся обратно к стратегии к тактике вот смотрите я с методичностью значит батюшки в церкви я извиняюсь за такое сравнение хочу вам сказать и возвращаюсь обратно к справке ибо это повторение мать учений каждая вещь должна как минимум три раза быть повторена поэтому я повторяюсь для чего это нужна справка как бы по транспорту на основе технологии струнного транспорта скайвей системы скайвей как я уже говорил мы пользуемся этой справкой для того чтобы структурировать свой определенный свою презентацию неважно идем ли мы к одному какому-то ну как бы чиновнику показывать что из себя представляет скайвей или же мы характеризуем и рассказываем нашим каким-то знакомым презентуем и привлекаем их пытаемся их привлечь или стараемся их привлечь к инвестициям в это дело в скайвей технологию я уже говорил что рекомендую придерживаться вот этой структуры теперь первое мы рассказываем существенные особенности но рассказывайте особенности у нас рядом должен быть так называемый ряд если мы говорим о городской то например желательно проговорив всю логику здесь чем чем отличается сейчас одну минуточку я не туда заскочил значит чем отличается и что характерным является мы сразу же должны иметь под рукой тот видеоряд потому что он очень сильно влияет и очень хорошо влияет как правило на слушателя которому мы инвестируем или которому мы показываем все это дело да вот и таким образом мы можем ему показать что является чем является свой городской транспорт здесь у нас есть тоже шпаргалки которые можно сказать что там объем значит объем какие объемы перевозок могут быть да от скольки человек до скольки можно возить максимальные скорости средние скорости здесь их нет средняя скорость расчетная бывает значит зависимость от того о чем говорят поэтому здесь не надо перебирать что городской транспорт у нас будет летать со скоростью 150 км в час мы будем реалистами и скажем что фактически скорость это где-то от 60 до 90 км в час посмотрите значит кто-нибудь кто имеет машины и у кого есть фиксатор у моей машины есть фиксатор средней скорости за день я вообще-то водитель достаточно жесткий и у меня тяжелая нога которая давит на педаль газа я ускоряюсь торможу ускоряюсь и на мой взгляд ношусь достаточно мощно и тем не менее у меня средняя скорость по дню когда я проезжаю где-то больше 100 км в Таллине у меня получается чуть-чуть больше или чуть-чуть около 40 км в час понимаете таким образом если мы говорим о 60 и о 90 км очень хорошая скорость в городе и даже снимали в Таллине трамваи трамваи ускоряются максимум до 60 км в час ускоряются у них средняя скорость движения 25-30 км в час тоже та же самая скорость движения о которой я вам сказал относительно своего автомобиля ну вот и таким образом параллельно мы показываем ряд говорим о высокоскоростном транспорте о нем надо не надо углубляться только самые характерные особенности потому что смотрите мы говорим только о самых характерных особенностях и не более потому что потому что потому что мы ну как бы характеризуем и пока не надо вдаваться ни в какие сильные там особенности и сильные Сильные характеристики, технические характеристики этой технологии. Грузовой транспорт. Раз, два, три. Не более трех-четырех информаций. Вопросы будут, легче на них отвечать. Теперь так называемый туристическо-развлекательный транспорт Unibike. Тут у меня нет данных. Могу сказать, что его средняя скорость, он несколько по-другой видит. Если весь остальной транспорт осуществляется на двухлинейной путевой структуре, то Unibike на однолинейной путевой структуре. У него средняя скорость 60-60... Вернее, он развивает свою максимальную скорость. Он может до 120 км развить, но считается тоже 60-70-90. Но есть нюанс, что в определенных развлекательных целях этот же самый Unibike может использоваться как средство аттракциона. Обсуждался однажды такой вариант, что давайте-ка запустим на полтора... Делаем три линии. По трем линиям пустим Unibike. А на трех дорожках, или три дорожки будет Unibike, а три дорожки будут, допустим, там такие суперскоростные машины, там BMW, Bentley какой-нибудь, там Porsche, значит, и еще какая-то там мощная машина, не знаю. Вот, которые там развивают 3 секунды, там 4-5 секунд развивают скорость 100 км в час. На что Анатолий Дарвич сказал, вы знаете, в любом случае Unibike будут соревноваться между собой, машины все от них отстанут. Вот, потому что в Unibike можно будет там, значит, знаете, велосипедные педали крутить, но вот кто будет сильнее крутить, тот и выиграет, в принципе, если так пошутить немножко в этом плане. Таким образом, эта система тоже, она, или, вернее, я бы назвал это не транспортным средством, а средством передвижения, потому что транспортное средство несколько к ним обычно, необычно, а системно более жесткие требования, чем к средствам передвижения. Например, самокат является средством передвижения, автомобиль является транспортным средством. Понятна разница, да? Вот, ну вот и городской транспорт. Теперь, что очень важно, моя практика показывает, что людям мы начинаем говорить о каком-то струнном транспорте, скажем, в русском языке еще струнный транспорт, он звучит хорошо, и есть целый ряд наборов. Как начинаешь на эстонском или на английском языке говорить? На английском языке стринг. Что такое стринг? Это струна, да, струна с одной стороны, но с другой стороны, пардон, стринги носят и мужчины, и женщины носят стринги. Вот. А в эстонском языке вообще атас. Там, значит, только струну можно охарактеризовать. Если струна, в эстонском языке не понимается, что такое струна. Это только балалайка или мандолина, или это гитара, да. Вот. Струна в эстонском языке, как просто натянутая проволока. Это надо целой группой слов высказать, чтобы эстонцы поняли, о чем идет речь. Кто не знает русского языка. Вот. Поэтому призываю вас, значит, для ясности всегда четко охарактеризовать, а какая особенность этого, скажем, SkyVay транспорта. Это в первую очередь все как бы базируется на основном принципе использования струнной технологии в построении транспортной рельсовой структуры, где есть так называемый струнный пучок или струны. Что такое струны? Струны это натянутые, находящиеся в натяжении под определенные уже нагрузки проволока. Причем эта проволока, она еще характерна и тем, что она уже и изготавливается. Когда кто-то говорит, что это просто простая проволока, но если обратиться к специалистам, специалисты говорят, что эта проволока, она делается специальным методом, чтобы она была более как бы в тему по струнной технологии, то она уже и протягивается с определенными. То есть поверхностное напряжение уже существует. И дальше еще осуществляется так называемое внутреннее напряжение за счет крепления к анкерным опорам. И почему, когда мы говорим это непрерывно? Потому что она не прерывается, хотя в прямом смысле, скажем, она не от точки А до точки Я в конечном итоге, а она от, видите, здесь видно, да, она от одной анкерной опоры до другой анкерной опоры, а между ней может устанавливаться опоры другого характера или так называемой подпорки. Вот. Используется специальная структура, вот здесь видно, да, здесь используется специальная структура, на которую кладется вот эта рельсовая структура. Дальше идет корпус, который заливается специальным бетоном. Сейчас идет разработка, хорошая разработка, найден партнер, который имеет технологию современнейшего бетона. Идут совместные сейчас переговоры, как этот бетон использовать здесь. Вот облегченный и с определенными параметрами бетон наполняется и одевается на эту, как бы короб, одевается коронка рельсовой основы. Вот. Стальная головка рельса, по которой происходит движение структуры, вот того же самого венибуса. Вот этот так называемый навесной способ передвижения, здесь видно уже новый вариант, где мотор, мотор и колесо, и мотор. Мотор абсолютно, значит, компактный. Есть основные колеса, основное качение колесо и опорные колеса. Вот. За счет этого обеспечивается жесткость. Щек. Да. Ну вот, видите, кишка. Вот хорошее слово в казахском языке. Ну вот. Дальше. Это обязательно надо сказать, потому что это все характерные особенности. Я их постарался здесь вынести. Ну и для закуски, кого интересует, если потом возникает вопрос, имейте это, не обязательно эту сложную картинку показывать, а говорить, что там вообще в Юнибусе есть еще, или основная структура всех элементов, это аккумуляторные батареи. Вот. Это радиатор системы охлаждения. Это так называемое сыпное аварийное устройство. Это мотор-колесо. Вот оно здесь, да. Это инвертор движения, или двигателя, пардон. Специальное устройство. Это преобразователь напряжения, ящичек. Это противосходное устройство, которое является, вот я показывал вам, противосходное устройство. Это вот эти вещи здесь, да. Вот. И дальше идет, идет пружина подвес, пружинных подвесок и так далее. То есть это весь комплекс, который здесь осуществляется, и вот он находится здесь. Это не навесной, а подвесной вариант. Видно здесь, да. Вот. И таким образом мы доходим до мотора-колеса. Говорим, а вообще-то здесь очень важным элементом является мотор-колесо, который тоже является своеобразной разработкой. Существует много авторов мотора-колеса, но наше мотор-колесо отличается от других колес, моторов или моторов-колес, тем, что здесь три, я считаю, что четыре в одном. Здесь, во-первых, это является и ротор, и статор в одном, да, в комплексе. Далее идет электромагнитные потоки, которые управляемые потоки. За счет этого осуществляется разгон, ведение скорости ее, как бы, регулирования. Далее идет торможение, аккумуляция энергии разгонной массы. Вот. И возможности обеспечения безопасности за счет этого. Потому что торможение практически может быть мгновенное. Только за счет там определенного проскальзывания можно будет, ну, как бы, дальше продвинуться. Таким образом, рассказывайте про это. Не вдаваясь, опять-таки, ни в какие подробности, если вы специалист, вы не узнаете, что и как. Но, как правило, это людей обычно не сильно интересует. Да и вы к этому не ведете. И дальше говорите, что фактически сейчас мы находимся на стадии, когда осуществляется и ведется строительство экотехнопарка. И в зависимости от того, кому вы это говорите, если это чиновнику, то, ну, его интересует, да, что, ага, здесь ведется, ведутся работы, говорите, вот городская и скоростная трасса сертификации, дальше идет так называемая подвесная-навесная система различных. И здесь транспорт, и здесь же будут еще и юнибайки, и далее идет грузовой транспорт. Его различные варианты используются. Навесной-подвесной. Здесь навесной-подвесной тоже будет использоваться. Ну вот. И таким образом, экотехнопарк сейчас является основой, на которой производится, он же будет потом, и он является, будет, является и будет являться так называемой презентационной площадкой и центром развития технологий. Потому что сейчас все делается по минимуму и на самых простых вариантах, чтобы не ввязнуть и не увязнуть в процессе сертификации. Применяются все наиболее тривиальные решения, вот, не вдаваясь в подробности. Или не вдаваясь в сложности, правильно сказать так. Поэтому экотехнопарк. И теперь я плавно перейду к вам, расскажу, значит, а что же все-таки произошло у нас вот с гиперлупом, так называемым. Я себе составил шпаргалку, чтобы не выдумывать, да. Что же нам там показали? Или вернее, что я там увидел? Увидел рельсы. Да, увидели. Все увидели рельсы. Обычная рельсовая структура. Я не увидел там не магнитной подушки, извините за выражение. Где здесь? Где? Я не вижу здесь никакой магнитной подушки. Тут жесткая рельсовая структура, чтобы эта их ерунда не улетела бы оттуда, да. Тележку увидели. Вот она, тележка есть. Я никак не вижу. Трубу я точно не увидел. Вакуума здесь и близко нет. Там помелькали где-то на фу... О, нет, что трубы где-то там есть, какие-то трубы нарисованы и так далее. Причем эта тележка, по-моему, на 800 метрах разогнала всего до 160 километров в час. Причем тут 160 километров в час. Что они испытывали? Не полслова. То, что тележка двигается, но это и коню ясно, извини за выражение, что тележка бегает, может бежать. Вот. Тут особо нечего. Те же самые там шпальная структура. Единственное, где тут нигде никакой нету сейсмоустойчивой опоры, о которой они говорят и говорили, да. Причем колеса катятся, да, колеса катятся, здесь есть определенная колесная система, значит, внутренняя. Они катятся по рельсовой структуре. Нет, я еще раз повторяю, нет магнитной подушки, нет вакуума, нет той самой трубы, в которой нет системы безопасности или шлюзового хода-выхода из этой системы и так далее. То есть, как это, ну, скажем так, выхолощенная система. Взяли и показали. То есть, сделали большой шум из ничего. Есть разные комментарии. Для меня, по крайней мере, я делюсь с вами своим собственным мнением, да. Вот. Никакого особого, да, там брызги полетели. Я так думаю, что они были больше до того, чтобы там эта система у них не задымила бы. Понимаете? Потому что они, видимо, там что-то не обеспечили и поэтому были вынуждены. Это одно мое предположение. А второе предположение, что это просто для эффекта. Чтобы, ну, так брызг не было. Вы знаете, очень эффектно. Дети любят, когда кто-то с большого разгона проезжает по луже. Это очень эффективно. Говорит о том, что ты мощно летишь, очень быстро едешь. Вот единственное, что я здесь тоже увидел и с чем с вами торжественно поделился, дорогие друзья. Поэтому здесь не надо расстраиваться, я сегодня уже многих людей успокоил. Они сильно обрадовались, когда им рассказал свое мнение. Ну, надеюсь, что и многие из вас здесь тоже почерпнут из этого, что я вам коротко сейчас рассказал. Потому что здесь можно еще долго разговаривать. Но это не наша задача, дорогие друзья. Мы посмотрели за забор, что там у соседа творится, потерли руки, сказали, слава богу, мы идем лучше и идем в правильную сторону. И причем последний аргумент, друзья. И вообще неизвестно, значит, с какой целью это делается. Я сегодня только что одному своему собеседнику говорил, что вы знаете, в мире существует, значит, чтобы людей увести в сторону, существует целый ряд, даже большие институты работают, мировые институты работают на то, чтобы увести в неправильном направлении народ. И в конечном итоге самый лучший сценарий вот всего этого дела, почему там, скажем, какой-то французский концерн выкупил этот гиперлуп? Выкупил ли? Никто не видел этого договора? Идет только речь о том, что выкупил. Если выкупил, то какие могут быть предположения? Единственное предположение или как минимум возможный вариант выкупили для того, чтобы осуществить и, скажем, сделать так называемый элитный какой-то отрезок пути 800 километров там или 800 миль, вот, где можно было бы кататься со скоростью там 1000 километров в час в лучшем случае в той же самой вакуумной трубе, но кататься в один конец заплатить 15 тысяч долларов. Понимаете? Потому что дешевле это не осуществить, дорогие друзья. То есть это элитная какая-то. Да, может быть, почему бы и нет. Так что вот в таком образе. Но тем не менее она имеет место быть и процесс идет. И это говорит о том, что все суетятся. Поэтому нам надо очень правильно и мощно работать в этом направлении. Сегодня я не буду говорить о стратегии инвестирования. У нас время уже начинает поджимать. Вот. Об этапах проекта мы с вами уже переговорили. Я просто вернусь обратно и скажу вам кое-что еще что я обещал вам поскольку здесь уже открыта эта тема. Какие у нас пакеты есть? Значит, я могу сказать так, что по всей вероятности я еще не знаю дисконты пакеты могут остаться и скорее всего большинство пакетов останется, но дисконты могут уменьшиться. и уменьшиться ну, скажем, достаточно сильно. Для тех, кто является участниками структуры, инвестиционной структуры, да, лидеры там и так далее, партнеры, вот, для вас такая хорошая информация, что сохраняется так называемое отчисление на акционный счет. Они по всей вероятности сохранятся не в полном объеме, но отчисления будут в течение всего седьмого этапа. Хотя первоначально шла речь о том, что с седьмого этапа больше не будет отчислений на акционный счет. Будут в половинном объеме, но будут. Таким образом, скажем, наши преференции пока еще существуют и это тоже радует. Я же сказал, что у меня будет много информации, которая радует. Не сильно упадут дисконты, но упадут. К этому вы должны быть готовы и поэтому надо в мае месяце правильно выстроить свою стратегию и правильно настроить своих партнеров. Теперь я сейчас вспомнил, что ну вот, и поэтому дальше я уже не буду раскрывать, вы сами прекрасно знаете. Деревья заканчиваются в мае. По всей вероятности летом дадим им вырасти, подрасти. А с осени, с осени с какого-то месяца начнется у нас подготовка к посадке так называемых осенним посадкам. Это хвойные деревья и некоторые другие деревья, которые желательно сажать там где-то начиная с сентября месяца. Вот, хвойные, лиственные деревья и так называемые деревья парковые. Ну вот, и таким образом эти там другие пакеты еще будут и будут, естественно, будет здесь дисконты будут более жиденькие, как вы видите, да, то есть здесь мы, да, господи, даже перескочил у меня, вот, здесь будут более мелкие дисконты. Так, спасибо, ценят лидеров и не только, а уже затратился на сколько позволили, ну ясно, это у вас идет там дискуссия. Так, таким образом, дорогие друзья, смотрите, значит, что я вам еще обещал и пока не выполнил свое обещание. Что такое MLM? Задавался вопрос и как это связано с Capital? Да, с Capital в принципе косвенно это связано. MLM это Multi-Level Marketing или многоуровневой маркетинг. Это так называемая система, сетевая структура, которой пользуются, скажем, пользуемся мы, чтобы обеспечивать работу и используем площадку Capital. Capital это чистейшая, чистейшая, так называемая, финансопроводящая площадка, которая привлекла специалистов, способных организовать многоуровневой маркетинг. Вот это многоуровневой маркетинг, он и есть как бы инструмент, с которым один из инструментов, это так называемый офлайн, не интернет, а оффлайн, то есть вне линии, электронной линии или вне интернет-линии, хотя мы общаемся-то по интернету, но и осуществляем целый ряд операций, но встречаемся и говорим с людьми на конкретных встречах. И поэтому привлекается на площадке Capital, работают две линии, есть, конечно, и средства, инструменты, которые работают онлайн, то есть используя ресурсы и инструменты интернета, а это многоуровневой маркетинг, он работает в основном построен на системе структур, структурирование и создание так называемых маркетинговых структур по спонсорированию или по различным линиям. Вот такова разница между MLM и какая связь у нее с Capital, который Capital фактически является площадкой, которая занимается краунд инвестинговым, даже не крауд инвестинговым, а краунд фаундингом. У этого между ними тоже есть своя разница. Но сегодня это не в тему, это надо достаточно долго объяснять. Дальше. Теперь я хотел еще остановиться вот на какой вещи, поскольку мне слово дано. Вы знаете, у каждого, кто является инвестором, большинство из вас инвесторы, существует в свой личный кабинет. В нем есть основной счет, есть бонусный счет, есть акционный счет. И вот я призываю вас к тому, чтобы вы не мариновали бы средства на бонусном счете. Дело в том, что этим самым как бы тоже мы ослабляем процесс финансовых потоков. Ведь что это значит? Это значит, что компания Capital должна постоянно в резерве держать сумму. Там она есть свои правила, сколько от так называемых зафиксированных, предположим, на бонусном счета, на бонусных счетах зафиксирован там 10 тысяч. Это значит, что как минимум половину от этого, где-то половину надо обязательно, это как и банк. У банка всегда должно быть в расчете определенная сумма. Но извините меня, Capital и инвестор проводящая система это не банковская структура, которая сидит на деньгах. Это она проводит. И тем самым мы как бы затормаживаем процесс финансирования и выстраивания финансов потока. Поэтому обещаю вам, что в ближайшее время выйдет специальный пакет, который будет стимулировать использование денег с бонусного счета. Это будет очень интересный пакет, я вас уверяю. Умные люди сидят уже думают, чешут свои умные головы и готовятся к этому, чтобы подготовить вам хороший инструмент использования бонусных средств на бонусных счетах. Дальше про гиперлуп я уже говорил. Есть ли у вас еще вопросы, дорогие друзья? Я в принципе все, что я ценное вам хотел сказать и что еще можно рассказать. Осталось 6 минут. я готов сейчас на ваши вопросы поотвечать. К сожалению, сегодня Алексея не Вячеслава нету. До начала вы просто менялись. Вопросы есть у вас? Скажите пожалуйста примерную цифру инвесторов озвучить для клиентов. Вы знаете, когда мне задают такой вопрос, что я говорю по этому поводу? Куда то вы делись? Разные цифры. а дело в чем, что мы сейчас находимся в 64 странах инвесторов. Вот понимаете, о каких мы инвесторах говорим? Значит, всего тех, кто является инвесторами, больше 300 тысяч. Но это не те, кто ежедневно инвестирует. Вы представляете, что это такое? Там же ведь инвестировал человек и забыл. Или записался инвестором, но у него там ноль. Если кто находится в системе и знает, у кого есть личный кабинет и маломальская структура, то, например, я захожу в свою структуру, смотрю свою статистику, смотрю там, что по структуре, что у меня там есть определенное количество людей, которые я привлек они находятся в пассиве. Они по нулям. Они до сих пор не приняли решение по каким-то причинам. Зачастую обращаешься к человеку и говоришь, почему ты не инвестор. Слушай, там никак мне не прийти, человеку трудно это что-то сделать. Люди пассивные сами по себе. Им надо помочь для этого. То есть помочь это сделать. Поэтому отвечая на ваш вопрос еще расскажу, что если это 300, то сегодня активных это где-то порядка 100 тысяч. То есть треть, которые маломальские время от времени там из них значит возьмем по закону Парета, а он более-менее соблюдается 20 процентов, то есть 20 тысяч находятся в таком более активном режиме. Это структуры растут. Вот и естественно суммы тоже растут дорогие друзья. Но можно говорить, что 60 мы сегодня по состоянию значит на прошлой неделе мы находились в 64 странах инвесторы у нас находились и более 300 тысяч инвесторов. Так в июне длинные пакеты с рассрочкой прекратят свое число. Нет, не прекратят длинные. Вам же известно, что длинные пакеты вы знаете значит сегодня мы этот вопрос обсуждали и могу вам сказать, что пакеты 600 на которые были 600 дисконт они начинались в конце ноября или в декабре они будут продлины продлеваться как уже обещалось как только человек выплатил эту пакету он продляется и по каким-то пакетам по другим тоже будут аналогичные вещи происходить но выборочно там нет четкого определения по тем пакетам которые были начаты это четко принято такое решение по обратному выкупу а что вы под этим подразумеваете под обратным выкупом обратный выкуп дорогие друзья это 10 плюс после выплаты пакета мы сможем да да как обещали сможете по 10 плюс 10 плюс скорее всего сможете там какой дисконт был я сейчас не помню нет еще есть инвести 50 акций так по обратному выкупу но если вы подразумеваете Юлия Валерьевна что по обратному выкупу это так называемый оборот акций вот то скорее всего внутренняя биржа подготовится вот здесь я хочу сказать следующее что смотрите это все зависит от того насколько продвигается процесс ведь понимаете значит это имеет смысл начинать не раньше когда осуществляла определенный объем инвестиций и вот это от этого зависит но она будет поэтому я не могу сказать как говорит Бабурин значит что я вам не гарантирую но в ближайшее время это будет понимаете поэтому будет не волнуйтесь обратно или так называем возможность продать какую-то долю своих акций вот мне это не сильно волнует потому что скажем так я придерживаюсь стратегии когда мы говорили о личной индивидуальной стратегии что я инвестирую свое будущее будущее моих как бы потомков вот и скажем не гиперинвестирую то есть не последний отрываю от своего кошелька вот и это дает мне возможность не стараться быстро попытаться что-то продать чтобы как-то восстановить свой баланс понятно да о чем я говорю поэтому поэтому значит рассчитывать на то что суммы какие-то будут да можно естественно но это будет не раньше чем в конце этого года в лучшем случае скорее всего я думаю что это начнется где-то вот конец года начало следующего года так 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 что у нас тут еще есть вопросы так по обратному выкупу было продать акции ну вот я написал да помогать проекту и что еще хочу сказать вам смотрите дело в том что я напоследок сегодняшнего нашего вебинара хочу вас значит уверить что не бойтесь я постарался вначале сказать что вдруг этот процесс как-то кончится естественно вы понимаете разница есть в том значит приобрел я свой собрал я накопил допустим свой миллион акций по дисконту 1 к 600 или по дисконту 1 к 10 понятно да по дисконту 1 к 10 это будет у меня пардон одна акция мне на это будет 100 тысяч надо будет потратить а если к 600 понятно сколько в 6 раз меньше вот так что так что так что процессы идут и вопросов так нету ребят меня два месяца не было уж было сильно бывает подскажите про 10 плюс и обратный выкуп обратный выкуп я уже вам рассказал так кто-то может быть вам там разъяснит можно ли сейчас до окончания рассрочек воспользоваться программой 10 плюс что вы там под этой программой подразумеваете сейчас я посмотрю 10 плюс я такую программу не знаю друзья что такое 10 плюс у нас есть старт сеньор стабильный бизнес у нас есть новые пакеты миллионники у нас есть пакеты такие это вы скорее всего имеете ввиду тогда свиговские какие-то 10 плюс это не ко мне пожалуйста вот то есть это бывший пакет может быть там было такой нет им по воспользоваться уже нельзя у кого он был у того есть можно продлить так я смотрю вопросов нет время наше истекло я должен вас поблагодарить за внимание и приглашаю вас на следующий вебинар который состоится через неделю ровно через неделю это будет у нас в 19 числа четверг я буду как раз находиться где я буду находиться я буду где-то находиться в Риге вот или же успел приехать в Таллин там начинается тоже подготовка нескольких адресных проектов таким образом благодарю еще раз вас за внимание желаю всем вам мира в душе в доме в вашем ваше окружение доброго здравия процветания и стремления к светлому будущему строй сковей спасай планету дорогие друзья удачи 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 Продолжение следует...